Сенсации завершили соревнования одиночниц на первенстве Европы по фигурному катанию. Золото выиграла Софья Самодурова, опередив олимпийскую чемпионку Алину Загитову. О триумфе наших фигуристов Александр Абрамов. Ей всего 16. Она проводит первый год на взрослом уровне. Для неё это первый чемпионат континента и сразу золото. Ученица Алексея Мишина Софья Самодурова, новый чемпион Европы в женском одиночном катании. Рада, что смогла побороться с волнением. Только положительные эмоции. На самом деле очень искренне жалко Алину. Бывают падения, взлёты, значит так надо. Произвольную программу Софья Самодурова откатала чисто, расслабленно и вдохновенно. Ни одной ошибки 140,96 балла. Это лучший результат россиянки в сезоне. Самодурова на лёд Минск-Арена выходила уже после неудачного проката Загитовой. И было очевидно, судьба европейской короны в руках Софьи. Не занервничать в таких обстоятельствах стоит дорогого. После окончания прыжковой части произвольной программы Самодурова позволила себе характерный жест к трибунам. Признак того, что абсолютно всё шло по плану. Это была импровизация и просто уже в конце я кайфовала, честно. И поэтому, наверное, такие движения сделала. Сразу после проката слёзы радости во время поклона и привет маме и папе во время ожидания оценок. Только в зоне Ки-Санд-Край Самодурова поняла, она новый чемпион континента. Когда сидела в Ки-Санд-Крайе после произвольной программы. Олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова защитить титул сильнейшей на континенте не смогла. В произвольной программе падения на первом же каскаде тройной лут-тройной тулуп, недоделанный каскад тройной лут-тройной риттбергер, четыре недокрута. Произвольная программа вновь исполнена неудачно. Точно так же было месяц назад на чемпионате России в Саранске. После окончания проката на эмоциях Загитова побила себя по щекам. Наверняка как раз в этот момент и поняла, что в этом году на Европе только серебро. Итоговые 15 баллов отставания от Самодуровой. Я хочу сказать всем моим болельщикам и всей большой такой аудитории огромное спасибо за поддержку. Она очень помогает мне и хочу извиниться перед ними за свой не очень удачный прокат. Персональным болельщикам Алины Загитовой тем обиднее, что по итогам короткой программы она шла первой и многие до турнира считали, что на Европе у Загитовой конкурентов нет и быть не может. Перед произвольной программой букмекеры давали коэффициент 5, что Алина упустит титул. Букмекеры, болельщики, специалисты все свои уверенности были неправы. Это называется «Почувствуй себя Алиной Загитовой». В коридорах Минска-арены стенд с фигурными коньками и с лезвиями. И любой желающий может купить себе точно такие же лезвия, которыми пользуется олимпийская чемпионка Пхенчхана. Цена, правда, довольно высокая. Брендированные загитовские лезвия стоят 450 долларов за пару. Впрочем, даже такая покупка никому в мире не гарантирует, что вы будете прыгать каскад. Тройной флип, двойной тулуп, двойной риттбергер. Впереди чемпионат мира в марте месяца. И итоги турнира в Минске вносят дополнительную интригу не только в мировую расстановку сил, но и в состав сборной России, который поедет в Японию. Ну а ранее в пятницу танцевальные пары показали короткую программу «Ритм-танец». Со своим лучшим результатом в сезоне промежуточное второе место занимает пара Александра Степанова и Иван Букин. Лидируют фавориты французы Габриэла Пападаки с Эгийом Сизером. Третье место по итогам «Ритм-танца» также у россиян. Виктории Синицыной и Никиты Кацалапова. По реакции зала и по реакции наших тренеров мы довольны сегодняшним днём, сегодняшней проделанной работой. Это безумно приятно, что мы сегодня получили оценку за 80. В субботу заключительный день турнира в Минске. Медали разыграют в мужском одиночном и в танцах на льду. Александр Абраумов, Сергей Елисеев, Сергей Завидов и Иван Лугачёв. Вести Минск, Белоруссия.